Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 Продолжение следует... 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 Есть какие-то примочки, которые делал, опять-таки, мы вот сейчас затронули тему Ростова, что там когда-то было гигантское производство аудиокассет, и я, например, помню, что если, например, в 95-м году, торгуя на горбушке, мы еще продавали кассеты, которые привозились из Польши, из Турции, из каких-то вот таких экзотических стран, то буквально, например, через три года в Ростове каким-то образом появилось производство, которое шлепали чуть ли не миллион кассет в месяц, и они были, плюс при этом еще какие-то были микрозаводы, которые существовали на территории всей нашей страны, То есть можно представить, что рынок действительно аудиокассет был огромный, 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 конечно, 6 тысяч кассет в месяц для Франции, может быть, это и хорошо, но для нас, русских, это вообще не количество А, так тем более для всего мира, но мы-то не весь мир, понимаешь, мы же вообще особенные Ну что, мы не русские, что ли? Ну что, мы не русские, что ли? Ну что, мы не русские, что ли? 3,75 евро стоит кассета пустая Ну, в таком случае, могу сказать, что за 3,75 евро я лучше куплю себе, например, пластинку вообще, которая стоит так же, да, вообще, это просто, да Вот, ну что же Следующая композиция Следующая композиция Все Потом я вас распну Вам скорее хочется, наверное, уже это, самовар с водкой Нет, потом я вас распну А, распнешь? Хорошо, но только что-то там отходит и какой-то фон И какой-то все-таки фон у нас происходит Может, я фон как-то Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 задавайте вопросы николай я плохо расслышал сколько времени существует группа? с 2016 года раньше как дуэт мы существуем есть два варианта в 2016 году мы зарегистрировали свой трейдмарк как дуэт а до этого у нас были различные коллаборации и между прочим это не совсем так в 2016 и 2017 в принципе сейчас это в форме дуэта но это открытый проект открытые ситуации в разное время с нами играли разные наши друзья да вот именно это я и хотел Николай чтобы ты это немножко объяснил присутствующим здесь товарищам что у нас как бы как дуэт мы да давайте руки заняты сейчас будет конечно конечно да ну так вот как бы мы наш дуэт он на самом деле не думайте что у нас такая вот прям идиллия у нас с Николаем достаточно разные темпераменты мы друг друга я надеюсь что Николай меня я его я понимаю первое как художника художнику так сказать иногда хочется задать вопрос умеем ли мы рисовать но речь сейчас о музыке ну так вот раз о музыке то мы на этот дуэт и на всю эту нашу эрара хуману мэс на вот это искусство ошибаться мы смотрим немножко с разных сторон я подхожу конкретно как к музыкальному дуэту четкому проекту и всегда в какой-то степени стараюсь сопротивляться движением Николая в сторону того что он считает наш дуэт некой платформой о которой сейчас он вам расскажет если вы хотите некой платформой которая может существовать совершенно в разных конфигурациях правильно излагаю твою мысль да вот дальше скажет уже Николай а потом если вам будет интересно я расскажу за то что как я к этому отношусь не тут уже выпил так и говори давай да хорошо ну да мне интересно чтобы была какая-то открытая история не вот но мы пробовали как бы ну то же с Мирилит происходит а то есть именно к этому что там ну то же с Мирилит происходит это именно к этому имеет отношение нет нет как нет это есть платформа Мирилита а ну да 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 она изначально третий участник дуэта изначально мы 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 репетируем у нее дома изменили нет да нет а а насчет Мирилита это это очень смешная история потому что видите здесь такой вот бардак из каких-то проводов какая-то вот такая вот а каша непонятная такой какой-то такая штука вот а Мирель сфотографировала фрагменты этой вот так скажем это можно назвать инсталляция в каком-то смысле так строго говоря потом она на основе этих фотографий сделала такие живописные картинки это действительно живопись это акрилит на холсте такая настоящая стопроцентная живопись изображающая вот эту вот кучу непонятно чего а потом стала на основе этих картин делать то что называется товары народного потребления и вот там рюкзачки которые маечки и так далее если присмотреться приборчик этот приборчик вот так что она конечно имеет непосредственное отношение тогда вот а из ростова говорили там вот приборчики это не от папы срапы нет? нет нет а папы срапы у Николая есть? нету нету у меня нету а у тебя нету там еще какой-то я смотрел на авито из ростова он продает свой синтезатор самодельный не срапа а другой наверное это он а? наверное это он который вот другой там еще два нет нету папа срапы это известные всем нам людям которые более или менее это такой очень я с удовольствием бы воспользовался его изделиями но найти его не представляет никакой возможности ну да то я может быть я думал что у Николая есть потому что мы с Николаем разговаривали про этого папу срапу как бы вполне как бы конкретно про него разговаривали понимая что это за человек и так как зная вот страсть Николая ко всем этим приборам я честно говоря думал у тебя есть но мы разговаривали про вот эти вот все опять же кстати это к вопросу о том что музыка по большой как бы если серьезно рассуждать о нашей музыке это как бы некий такой побочный эффект общей человеческой вообще цивилизации развитие науки и всего остального инженерии инженерии да космических разработок передачи сигналов и всего остального и то что например папа срапа появился в Ростове возможно это как бы как раз отголоски может быть даже когда в Ростове делали вот эти кассеты производили может быть тогда там делали что-то еще скорее всего его уволили с фабрики кассет он обиделся на всех и начал делать свои ну чтобы он не ворвал детали да насколько я знаю по моему то ли в театре а вон он звук это телевидение местного звука это что-то связанное со звуком рукоинженер по образованию ну да конечно как ни странно я когда как-то окунулся в эту вот всю кучу малого тех самых ну и сейчас во всем мире бум таких видимо связано вот как бы с интернетом куча каких-то паяльчиков у себя в гаражах изготавливают какие-то смешнейшие то есть вот нам срап оказался совершенно на гребне такой всемирной моды на такой вот хендмейт какие-то вот такие страннейшие изделия вот у меня тут такой прибор который издает такие странные шипящие звуки это такой вот в пригреле Париже такой какой-то местный такой полусумаженный у него же вот эта лента вот музыкальный инструмент пожалуйста вот то есть как он называется я не знаю когда Александр это называется компания называется Eowave а прибор называется Rebond двумя буквами B Rebond это лента я несколько раз к нему прикоснулся и чуть не сошел с ума и потому как бы больше его не трогают и Николай на нем играет а какой звук он издает? стабильнее психика какой звук он издает? можно вот что-что в чистом виде? да у него встроен такой примитивный синтезатор но это одновременно те самые MIDI и CV-контроллер то есть такой универсальный еще универсальный да ну в общем да ну я же обещал да ну при всем при том что мне это как бы нравится я хотел вот мне как бы ты говоришь на репетиции там нажали мне сразу вот просто реально возникает вопрос что такое репетиция вот в этом контексте это это же не это сам дизайн по большому счету но ну я не понимаю что такое альбом ну композиция даже может сказать в этом композиции там все понятно да ну вот как бы альбом как как некое законченное высказывание ну не знаю на любую тему да в этом контексте мне кажется ну крайне странной истории в принципе это самое вот когда художники берутся за музыку получается картины да картины сам дизайн это сам дизайн я переслушал кучу музыки в начало 80-х годов или там конца 70-х бэдхоз и вот и подобные да что вы делаете на репетициях мне очень интересует очень хороший вопрос Николай у меня там как бы давайте смотрите у нас у нас дует у нас дует и поэтому вопрос кто должен начать ответ Вадим вот сейчас Николай или я у тебя у меня отдельный вопрос есть это Николай так поэтому да пускай Николай ну надо сказать что вот то что можно условно назвать репетиция в общем это последние несколько лет это в общем такая часть моей жизни я все время там втыкаю одни проводки в другие входы выходы и так далее и так далее еще какие то вот такие такой философский камень в этой области вот а потом приходит Володя и мы пытаемся из этих вот каких то моделей каких то сочетаний что то начать совместно производить и в общем в общем репетиции в общем наверное правильно это назвать саунд дизайном но наверное саунд дизайн наверное это то что связано со мной а Володя он все таки такой как бы музыкальный активист диджей и так далее недаром вся когда условно говоря грув и ритмическая функция на нем вот как бы его инструменты производят вот это вот секвенсорные такие какие то истории и и поэтому ну я бы назвал это наполовину то есть саунд дизайном или саунд артом это вот вот я скорее к этому тяготею а Володь тяготеет к тому что при помощи этого саунд дизайна начинает создавать какие то какие то такие вполне презентабельные паттерны я бы так это назвал вот ну да вот Николай в принципе уже ответил я могу только добавить это со своей стороны что все таки мы репетируем и все что мы сейчас вам показываем это именно наработки наших репетиций то есть мы не просто издаем какие то звуки и там от них балдеем мы как бы пытаемся что то воспроизвести то что мы хотим с другой стороны что опять же как называется наш проект Эрара Хуману Мэс мы не имеем такой возможности иногда вот например с Николаем мы тоже смотрим он тяготеет к более такому дадаристскому подходу в музыкальном плане ну и вообще как бы он такой как бы смотрит на это другое я стараюсь для себя это немножко более как человек скажем так из рок-культуры из панк-культуры я пытаюсь это все ритмизировать и перевести как бы в некое такое русло более динамичное понятное где хотя бы есть там доля какая-нибудь условно она может меняться сильно на слабую слабую на сильную но не важно где есть некий такой грув где есть грув вот и соответственно этот грув мы как раз таки пытаемся его не то чтобы репетировать а запомнить и я когда например играю вот на своих инструментах я не знаю что как бы представлять себе например Николай в чем он купается мы как бы встречаемся и грубо говоря играем как дети в песочнице и чем мы хороша вообще чем хорошо искусство оно искусство там живопись любой вид искусства хорош в первую очередь тем что он позволяет нам вырваться из этой обыденности нашей повседневной какой-то вот этой жизни которая и так уже всем все понятно мы все ходим гастрономы и все остальное но мы в какой-то момент мы как у каждого есть своя песочница и вот наша с Николаем песочница это вот здесь вот мы играем вот например я могу сказать что я леплю как дети а он может сказать что я леплю но при этом это грубо говоря такая вот одна такая вот палка тебе сказали вот так вот вот на вот это тебе пистолет а другой говорит на это тебе вот вилка но это одна и та же палка мы на нее просто смотрим каждый со своей точки зрения вот и я когда играю я себе представляю что я например Жан Мишель Жан да вот Николай ты кто? Шур нет ну нет ты у меня как-то даже близко таких нет я я ну пусть мы как-то у меня нет необходимости себя отождествлять с кем-то вот а что касается репетиции то наверное все-таки мы репетируются да ну это такие-то репетиции встречи полдавня но нам как-то удается вырабатывать условные выразления ну какие-то звуковые паттерны да и потом некоторые сценарии из этих паттернов вот сценарии очень приблизительные что вот там там типа вот там я начинаю такую вот какую-то медленную эмбинсовую часть потом волос ну как бы вот эти вот переливы как-то мы вот мы называем это сценариями в общем в общем видимо похоже на в какой степени похоже на актерскую импровизацию вот так вот вот пожалуйста либретто сегодняшнее выступление то есть Николай это сценарий я называю это либретто да то есть мы это уже уже нарушена по отношению к тому что здесь написано это вот некая такая да вот надо сказать что это довольно вообще в принципе почему-то я сюда пришел и слышал что здесь вот нет среднерусская повышенность крутилась и я сейчас помню что очень важная часть работы серьезной среднерусской возвышенности было именно написание сценария то есть мы относились к этому не как к концерту в начале особенно а к перформансу то есть мы писали сценарий этого перформанса и там вот на видео которые там остались там есть такой персонаж сережа замечательный художник который был ну в кавычках конферансия на этих концертах вот и я помню что мы за следом писали ему буквально все кажется что у него это такая импровизация на самом деле все тексты которые он произносит были написаны заранее и он хорошо хорошо их разучил и произносил и оказалось что это такой как бы как бы праздник свободы и рок-н-ролл но нифига это было довольно тяжелое подготовительное такая вот очень импровизация которую придумал заранее да 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 структурно и она была подвертана под сценарий концерта который делался как перформанс вот и там вот знаменитым это видео концертов в доме модели на Куднецком там когда Свену торт торт в лицо ну то есть ну вот это я к тому что вот такая ну как бы подготовительная работа она важна и она является в общем важной составляющей вот такой вот такой такой деятельности да Николай вот Вадим я думаю да ответил совершенно точно потому что иногда вот мы с Николаем на полном серьезе тоже рассуждали что я ему говорил Николай ну мы там сидим уже как-то я с вами тоже сейчас достаточно откровенен вот есть Николаем еще более как бы когда мы бываем откровенны там близки как-то я говорю Николай вот слушай я вот себя вот представляю Жан-Мишель Жаром ну как мне вот это вот мы сейчас с тобой вот это сыграли как это можно повторить я понимаю что этот человек он играл примерно в таких же устройствах или тот же самый Клаус Шульц кстати вот у нас зашел разговор да Клаус Шульц я на самом деле ну поклонник этого автора и исполнителя и его работы как бы изучаю не только какие-нибудь студийные а у него есть еще например работы концертные и там у него бывают такие завессоны например на концертах его концертные работы они даже иногда бывают гораздо более остро сюжетные чем его студийные работы потому что в студийных работах он может понятно прийти сделать на концерте у него вот эти все синквенсоры я не представляю как они как они с ними справляются я вот думаю что то же самое если например рассуждать его творчестве Клауса Шульца то можно сказать что его концерты это 90 процентов импровизации ну из этих 90 процентов импровизации есть 10 процентов того что он хотел передать потому что миллиметр туда миллиметр сюда на каждом приборе он может изменить вообще всю ситуацию в целом и соответственно я Николай можем мы с тобой разговаривали про это что я не думаю что какие то есть музыканты которые прям вот пользуясь вот этим парком инструментом как мы могут вам что то сыграть без импровизации если только каждую композицию фотографировать фотографировать или рисовать чертеж то есть нотами это не опишешь это можно сфотографировать каждый прибор вот этот стоит так это так это так это так и потом опять же насколько человек быстро сможет каждый этот прибор выставить в соответствии с фотографией или с каким то например мы с Николаем также рисовали либретто в виде цифр вот этот прибор у меня стоит здесь 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 у тебя этот прибор здесь 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 и это мы играем две минуты мы это делали но при этом сколько пройдет времени на то чтобы мы успели переставить мысль понятная ты предусмотрел мой вопрос на который уже на самом деле даже ответил я хотел вспомнить что такой знаменитый бас с двумя струнами да предполагается на нем тоже репетировать совсем не обязательно да обязательно 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 я к тому что в любой темной комнате есть четыре стены четыре угла все ты находишься в темной комнате но ты пойдешь улево вправо тебе все равно потянет куда-нибудь ты не будешь стоять тупо в своем положении если человек понимает что он делает то две струны или восемьдесят восемь проводов с ручками это практически без разницы сценарий мысль понятная как графические либретто которые писали там всякие шелси и так далее персонажи наверное структурно вы как-то придумали композицию заранее а сейчас пытаетесь ее там воспроизвести хотя я думаю что это не так или нет вот Николай скажи что это именно так я тебе умоляю что мы именно воспроизводим композицию в один дискорс сомневаются ну нет конечно мы воспроизводим свои собственные паттерны но каждый раз длина и глубина и вариация этого паттерна каждый раз композиция это немножко другом надо сказать что мы просто пользуемся вот некой новой новой ситуацией потому что вот они там все все конец вот тогда эквивалентное оборудование приблизительно что у нас тут имеется да стоило бы ну наверное и помещалось бы в вагон тысяч триста да тысяч триста под полмиллиона долларов и ну понятно а теперь это там стоит несколько сотен долларов и их в общем помещается ну почти в кармане сейчас все больше и больше это все переходят на карманный формат вот поэтому мы в общем пользуемся идем в ногу со временем преимуществами нашей эпохи в таком смысле потому что кроме того что это оборудование было в траке и стоило огромных денег при нем еще состояла бригада наверное человек восемь десять грузчиков звукоинженеров операторов и так далее и так далее вот это это наверное то что у людей в голове находится и там хоть сорок человек грузчиков будет и там два вагона оборудования если за душой нет нифига это это да это да но но есть есть одна очень мощная и организующая сила называется шоу-бизнес в этом позитивная сторона шоу-бизнеса это как это я не понял цитата из Кенева про организующую партию организующую 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 силу нет и направляющую да направляющую организующую вот а мы такие вот как называется я я подумал подумал наверное обидится я бы назвал бы а я ее так ощущаю а это такой лузер рок да не нет нет я это по отношению к шоу-бизнесу ко всему и как бы к нашей как бы актуальной ситуации в этом городе и в этом в этой стране то есть как бы ну условно говоря все просрали но жизнь продолжается ну так как бы это умный человек так сказать ну я ой извините умный человек это как бы я уже так сразу типа что мы типа умные может быть мы конечно и полные идиоты но тем не менее в любой ситуации мне кажется нужно стараться получать удовольствие вот и поэтому конечно относительно шоу-бизнеса так называемого всего остального мы вообще на это ни в коем случае не претендуем но тем не менее вот Вадим ты сказал сейчас что например не важно какими средствами там ты пользуешься что ты используешься или как бы там не знаю как по современному сказать там что ты юзаешь не важно главное вот у меня недавно был разговор с очень интересным человеком вот и мы сошлись на мнение что вообще не важно что ты используешь а важно только что ты хочешь сказать только если есть элемент вот этого для чего для чего мы репетируем мы репетируем для того чтобы постоянно занимаемся набросками некой картины которую потом как бы предлагаем то есть все таки занимаемся не просто вот этим детским истерическим шум шумоделанием вот вот таким вот то есть просто только прет с чего все начинают Николай опять же назвал нашу музыку рок-н-роллом так и есть это рок-н-ролл сегодняшнего дня то есть ну рок-н-ролл там может быть это словом когда-то отомрет это уже такой как бы избитый и никому не интересный такой тренд но как бы есть вот это музыцирование рэпера они там пользуются там микрофоном и битами там все человеку больше ничего не надо он это все может изобразить мы изображаем музыку таким образом ну есть еще какие-то ортодоксальные коллективы в которых я тоже иногда принимаю участие где мы там играем там гитара там вот это все вау 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 все кайф вообще ништяк но главное что ты хочешь сказать высказывание высказывание оно всегда должно быть убедительным для того чтобы оно было убедительным как любой пример прием ты должен это высказывание как любой прием сто раз повторить как минимум и тогда он будет убедительным если захочет человеку сломать нос ты это сделаешь с первого удара но ты должен вначале его как следует отрепетировать мы пытаемся вам сломать уши хорошо есть еще ну давай давай ломать уши заготовлены да начинаем 1 3 3 2 3 4 5 5 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА